Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил следующий очень интересный вопрос. Является ли изменой супружеской переписка? Ну, по всей видимости, имеется в виду какая-то неоднозначная переписка с другими людьми противоположного пола. Здесь вспоминаются, конечно, слова из Нагорной проповеди Христа Спасителя на толковании закона, где Господь говорит следующее. «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его, брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». С этой точки зрения вопрос «Не прелюбы сотвори» закон Десятословия Ветхого Завета говорит о прелюбодеянии. Прелюбодеяние — это измена. Это даже не блуд, а это именно измена. Прелюбодеяние каралось достаточно серьезно, и даже в канонике по христианской церкви, древней христианской церкви, за прелюбодеяние налагались достаточно серьезные ограничения христианина в его причастии, в его участии в таинствах церкви. Но является ли изменой переписка между мужчиной и женщиной? В свете этих слов, да, конечно, является. Но, естественно, здесь не нужно драматизировать ситуацию. Это, конечно, всегда очень личный подход. Но, наверное, супругу лучше иногда не знать о переписке, которая не дошла до серьезных отношений, дабы не ранить этого человека. Лучше вам нести эту боль от определенного предательства, в определенном смысле этого слова, самому, как бы это жестоко ни звучало. С точки зрения психологии, с точки зрения, наверное, даже просто человеческих отношений, всегда очень легко отдать себе ответ на этот вопрос, когда речь идет о другом человеке. Представьте, что ваш супруг, не вы, а, например, ваш супруг так себя повел. Будете ли вы довольны этим? Не ранит ли это вас? Если ранит, значит, это плохо, значит, это грех. Вспоминается сразу решение апостольского собора в Иерусалиме, где были сказаны следующие слова. «Не делай другому того, чего не хотел бы себе». Поэтому в этом случае это золотое правило нравственности действует и в данном вопросе. Благодарю всех вас за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.